Финляндия готовится конфисковывать недвижимость россиян. Об этом и куда более благосклонном отношении к собственникам жилья Таиланда и перспективах местного рынка поговорим сегодня в еженедельном выпуске новостей от Приан. С вами я, Ольга Логовская. Поехали! У вас тоже есть странное ощущение дежавет практически всех новостей мира недвижимости из Финляндии. У меня да. Практически каждый инфоповод это новые попытки запретить, закрыть, забрать. Но попытки, возможно, здесь ключевое слово. И даже сейчас не стоит паниковать. Но что же на этот раз? Оказывается, сотни, и я повторяю, сотни финских жилищных кооперативов терпят убытки из-за невозможности российских акционеров оплачивать коммунальные платежи. Тут важен контекст. В Финляндии предусмотрена возможность изымать квартиры за неуплату. Но в случае с россиянами закон трудно применить. Все из-за того, что кооператив должен сначала отправить должникам предупреждение о грядущем изъятии. А сделать это сейчас невозможно из-за отсутствия почтового сообщения. Вот вам и санкции. Как минимум, один кооператив уже подал на банкротство. Значительный процент держателей акций россияне. И, судя по всему, накопили они такие долги, что компания просто не смогла работать. Точно неизвестно, сколько именно финских кооперативов находятся на грани разорения. Но финский новостной портал сообщает, что из 13 тысяч организаций на юге и юго-востоке страны, где, собственно, в основном россияне покупали, тысяча уже столкнулись с финансовыми трудностями. Столь большое число, вообще говоря, удивляет. При желании найти способ заплатить нетрудно. Но именно у границы чаще покупали бюджетное жилье. То есть дешевле 20 тысяч евро. Вполне возможно, что некоторые россияне решили, что им проще и дешевле просто не платить. Потому что, честно говоря, сложно представить, чтобы владелец квартиры в Хельсинки за 500 тысяч евро или виллы в Озерном крае решили рискнуть своим имуществом. Но что предлагают власти Финляндии? Внести изменения в законодательство и сделать публикацию предупреждения или решения об изъятии в официальной газете, то есть без письменного уведомления адресата, достаточными для начала процесса отчуждения собственности. Законопроект о реформе должен быть представлен в парламенте на этой неделе. Кстати, похожая ситуация уже происходила собственностью россиян в Латвии. Тогда решением проблемы для владельцев недвижимости стало привлечение доверенного лица к управлению объектом. А вот в случае, если у вас в собственности есть финское жилье, рекомендуем проконсультироваться с риэлтором по вопросу организации процесса оплаты ЖКХ. Ну или других альтернатив. Придется искать способ продать. Ссылку на страницу с контактами риэлторов мы добавили в описание под видео. 137 тысяч евро за квартиру в Аланье. Это много или мало? Правильный ответ, смотря за какую квартиру. Вот один из вариантов, обратите внимание. Он на вторичке. Площадь более 100 квадратов, три комнаты, две ванны в комплексе в 150 метрах от пляжа. Классический пример курортного объекта в проекте с бассейнами, фитнесом и спа-зоны. Жилой комплекс в Махмутларе. Поэтому для тех, кто хоть сколько-нибудь знаком с этим районом Аланье, особенности локации будут очевидны. На вторичном рынке сейчас все чаще появляется интересное предложение. Скажем, еще год назад полностью меблированная квартира в свежем комплексе, а этот был построен в 2019 году, подобного уровня могла стоить на 10-20% дороже. Этот и другие варианты в онлайне смотрите по ссылкам в описании к этому ролику. Таиланд относится к российским собственникам недвижимости с куда большей благосклонностью. И граждане РФ, наряду с китайцами в популярных туристических регионах страны, двигатели экономики. А почему нет? Оплатить недвижимость можно. Есть криптовалюта, даже рублевые платежи. Въезд безвиз на 60 дней. Иностранный спрос на тайские новостройки велик, и в первом квартале больше всего кондоминиумов на продажу выпустили в туристических локациях, а не в Большом Бангкоке, как это было раньше. Рекордсменом в январе-марте 2024 года стала Паттайя. На рынок выведено больше 4 тысяч квартир, а к концу года количество выставленных на продажу квартир может достигнуть 7 тысяч. В Хукете начали продавать больше 3 тысяч новых лотов. К концу года количество в реализации может оказаться больше 8 с половиной тысяч. Но возникает вопрос, картина, которую мы наблюдаем, это хорошо или есть поводы для беспокойства? И главный вопрос, успеет ли спрос покрывать предложения, особенно с учетом такого количества свежих запусков крупных проектов? Ответить однозначно вряд ли получится. Для той же Паттайи здоровым объемом принято считать 3-4, ну максимум 5 тысяч объектов в год. А в этом году, повторю, ожидают как минимум 7 тысяч. Скорее всего, не все объекты найдут своих покупателей, потому как еще в части старых проектов ведутся продажи. Тут возникает мысль. Значит предложения много, возможно с натяжкой слишком много. Значит цены на квадратные метры пойдут вниз? Но это тоже вряд ли. Недавно правительство страны увеличило минимальную оплату неквалифицированного труда. Стройматериалы не дешевеют, а значит и строительство, и соответственно стоимость объектов будет дорожать. Или как минимум не дешеветь. С другой стороны, в страну приезжает больше путешественников. Сектор туризма еще не восстановился до доковидных объемов. Так что потенциал роста есть. Плюс правительство создают условия для привлечения в страну состоятельных иностранцев. Например, через долгосрочные визы. Как раз эти группы и будут прежде всего заинтересованы в покупке, ну либо в аренде местного жилья. И в теории могут закрыть испыток предложения. Но это именно в теории. А как будет на практике? Многие эксперты сходятся во мнении, что главная проблема популярных курортных локаций в Таиланде не в перегрузе количеством новых запусках, как в таковом. Проблема в том, что премиального жилья строить слишком много. В случае с дешевыми квартирами и относительно бюджетными вилами все понятно, их раскупают быстро. А вот у сектора элитки определенно есть поводы для беспокойства. Вернемся из Юго-Восточной Азии в Европу. Возможно ли получать гарантированный доход в Германии? Вообще такая инвестиционная схема в этой стране не слишком распространена. И многим россиянам немецкая недвижимость кажется сейчас абсолютно недоступной. Продуктом, скажем так, другого мира. Но не торопитесь с выводами. На российском рынке сейчас представлено эксклюзивное и абсолютно прозрачное инвестиционное решение с опцией обратного выкупа, постоянным арендным потоком и вложениями от 120 тысяч евро. Как раз такое предложение и будет представлено на вебинаре Приан. Схему разработали эксперты Intermark Global, которые расскажут о ней в ближайшую среду, 22 мая. Да, в Германии падает число сделок и снижаются цены, но это больше проблема продавцов. Для покупателей все не так плохо. Более того, это время для возможностей. Регистрируйтесь на вебинар по ссылке в описании. Участие бесплатное. На этом я с вами прощаюсь до следующей недели. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Здесь мы рассказываем о недвижимости за рубежом и эмиграции. Добра и мира ваш дом! Субтитры сделал DimaTorzok